Что тебя раздражает в Корее? Ребята, я думала, я сдохну. И только, пожалуйста, всегда носи лифчик. Не знаю, из меня сделают просто публичную личность, которая будет самая популярная в Корее. Но вам за эти две недели нужно похудеть. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. И вы попали на новый выпуск моего авторского подкаста. И перед тем, как мы начнём, я хотела бы выразить огромнейшую благодарность вам, кто посмотрел первый подкаст и создал такой большой фидбэк, который просто подтолкнул меня, на самом деле, включить эту рубрику к себе на канал. Сегодня у нас вторая неделя, значит, второй подкаст. И тема будет довольно-таки насущная для меня, потому что всё чаще и чаще я сталкиваюсь с данной проблемой. Хотя я, так сказать, не состою в обществе корейском, потому что я всё равно как туристка, даже несмотря на то, что я здесь живу. Но, хочешь не хочешь, я всё равно с этим сталкиваюсь. И поговорим мы сегодня о культе внешности в Южной Корее. Так что, если вам интересна эта тема, то добро пожаловать на подкаст «Небедная Настя». Ну и для того, чтобы мой рассказ был наиболее интересен, то нужно начать издалека. Именно давайте я поговорю и расскажу о том, как я узнала о Южной Корее. Я, наверное, опущу историю о том, как на уроке географии мы изучали все страны. Это всё понятное дело. Но изначально у нас, на самом деле, в школе со мной училась кореянка, которая проучилась, наверное, где-то годика-полтора. Хочешь, не хочешь, но как-то нас со своей культурой знакомила. Она не очень хорошо говорила по-русски, но мы всё равно с ней общались, никто её не обижал. У нас была такая хорошая атмосфера между нами. Она, на самом деле, продавала между одноклассниками всякие серёжки корейские. Кстати, они тогда ещё были популярны, вся эта бижутерия корейская. Продавала всякие канцелярские штуки, потому что даже, на самом деле, сейчас всё корейское довольно-таки такое красочное. И даже я уже 26-летняя всё равно хочу это купить, хотя мне особенно это не надо. Как-то даже она нас приглашала на праздник. Сейчас я понимаю, что это был праздник Чусок в культурный центр, где пошли несколько человек, с которыми она более-менее как-то общались. В их рядах была и я. И нам рассказывали про культуру Южной Кореи. И в конце самое запоминающееся, конечно же, был этот стол огромный, который был полон, просто уставлен, всякими корейскими закусками, снэками. Но она, как я уже сказала, проучилась у нас недолго. Это, на самом деле, никак не осталось у меня в памяти. Ещё я была знакома с Северной Кореей, когда мои родители хотели поехать туда работать, но это другая немножко история. И, наверное, самое такое вот начало, начало, когда я познакомилась с Южной Кореей, был 17-й год зима. Мне подруга скинула видео. Как ни парадоксально, знакомство вообще началось с BTS. И сказала ему, посмотри, как прикольно. Это был клип на Today. Мол, такие там красивые мальчики так двигаются. Я посмотрела, и я всегда сначала не принимаю информацию, а потом она мне автоматически начинает нравиться. И первое мое впечатление было, фу, мне не нравится. Но потом, спустя несколько месяцев, я сама наткнулась на этот клип, и, следовательно, он мне уже приглянулся. И как-то так тихим сапом я начала добавлять песенки ВКонтакте, сохранять даже какие-то фотографии биосов. Если кто не знает, биос — это любимчик в кей-попе. Давайте сразу эту информацию. Отвечу всем, биос BTS мой — это Чонгук. Так, Костя сидит, не обращает внимания на эту информацию. И это стало каким-то вот таким вот релаксом для меня, эти сохранения картинок, какой-то вот новый такой шажок, новый глоток моего вдохновения. Ну и в этот период я начала вообще смотреть YouTube, натыкалась на Костинах видео, тоже смотрела, как-то обсуждала. Даже, между прочим, начала под этим влиянием всем вот этой Кореи учить язык. И сейчас те фразы, в основном, которые я знаю, какие-то даже свой introduce или какие-то фразочки, это всё благодаря вот тому времени, потому что тогда у меня был действительно какой-то такой рывок, что вот я, да, хочу, мне так нравится. Допустим, сейчас, если я начинаю сама это учить, то у меня как-то не получается. Но тогда меня настолько всё вдохновляло, что до сих пор отложилось в моей голове. После знакомства с Костей, на самом деле, страсть вот Кореи как-то утихла. Особенно я да и BTS не слушала, ничем там не увлекалась. И не сказать, что именно моя любовь к BTS была как армия какого-то. Просто человек, который как меломан. И он в том числе любит кей-поп. Уже когда мы с Костей первый раз приехали в Корею, понятное дело, что мне понравилось тут, именно само здесь всё. И уже так получилось, что на данный момент я живу в Корее. И недавно совсем мы с Костей обсуждали, и я, допустим, пришла к такому выводу, что я не хочу интегрироваться в корейское общество. Я не хочу становиться его частью. Ну вот ты же часть всё равно этого общества. Объяснил подробнее. Да, я здесь занимаю позицию туристки. То есть всё равно, как вот Костя мне как-то рассказывал, что вообще иностранцам очень сложно влиться в всю эту общественную структуру. Это, понятное дело, случается, особенно если они там идут работать, и у них идеальное знание языка. Допустим, люди, как в моём случае, тоже, наверное, у них есть какой-то процент, что они там могут стать частью этого. Но мне ближе, наверное, остаться всегда этой туристкой, потому что чем дольше я здесь живу, тем больше я понимаю, что есть такие нюансы, которые мне не нравятся, и которые я, наверное, никогда не приму. Ну и о таких нюансах мы об одном из такого нюанса мы сегодня и поговорим. Но туристка, ты не хотела бы здесь жить, грубо говоря, всю жизнь? Вот, наверное, это так. Ну, это туристка жить всю жизнь, а я вообще не хочу здесь всю жизнь жить. Я и говорю, нет, не то, что туристка. То есть то, что ты говоришь, что ты туристка, это, грубо говоря, что ты бы не хотела здесь строить свою жизнь, ну, то есть привести свою жизнь. Ну да, да, нет, я не хотела бы здесь жить на ПМЖ. Это вообще тоже отдельная тема, отдельный разговор, потому что на данный момент я, к сожалению, вообще не знаю, где бы я хотела устаканиться, засесть и вот, не знаю, обживаться. Пока что, к сожалению, такого места нету, дома пока что нету, поэтому... И это я точно могу сказать, это точно не Корея. И вообще мне кажется, что все те, кто сейчас интересуется Кореей или любят, начали вообще её знакомство с кей-попа и с дарам. Очень большой культ этого всего, ну, я сейчас, да, буду говорить про Россию, корейская еда, пойти только на рынок, да, у нас там в Москве, допустим, Даниловский или Драгомиловский, вот эти вот фудкорты, где очень много кафешек с корейской едой, и люди, хочешь не хочешь, ну, как-то вот, не знаю, мне кажется, Корея сейчас в тренде и уже держится очень-очень давно. Из этих двух феноменов, это кей-поп и дарамы, и я, наверное, ближе к кей-попу, потому что дарамы я практически вообще не смотрю, я не люблю кино, но кей-поп я больше наслышана, и хочешь не хочешь, как я уже сказала, BTS, тут вот вся эта атмосфера и происходит. И наверняка, даже кто не знаком с кей-попом, слышал такое, как айдол. И вот это, наверное, первое, что у меня в нашей сегодняшней теме вызывает вообще противоречия, потому что айдол по сути своей – это идеал, да, тот, кому ты хочешь подражать, кому ты хочешь, не знаю, поклоняться, и, ну, то есть идеальная, идеальный образ человека. И вот с этого какой-то такой и идёт спад к этому всему. Блядь, что-то не идёт. Воду лью какую-то, не нужно. Ну, попробуй ещё раз начать. Ты 15 минут рассказала про то, как ты попала в карьеру. Мам, мы записываем подкаст, я перезвоню. Потому что вначале ты просто рассказала как бы то, что ты обычно в интернете сейчас рассказываешь. Всем привет и добро пожаловать. Напряжение? Угу. Ну, тогда брось. А если идёт сложно, то чуть попозже. Ты внутренне представляешь. Гоши. Что тебя раздражает в Корее? Много. Ну, вот что касается внешности. Ты же уверена в себе была всегда? Да я и остаюсь. Уже второй раз из-за этой темы я реву. Внешности? Ну, скорее. Ну да, внешности. Я вообще сегодня, когда читала про то, как кончат жизнь самоубийством, из-за комментариев, из-за того, что общество их шеймит, я снова плакала. Три раза плакала. Из-за этого. Из-за этого больше тебе и кажется, что ты здесь, скорее всего, не хотела прожить. Из-за такого прям напряжения у людей. Да, потому что это напряжение, хочешь не хочешь, оно есть. Потому что у них немного принято другое, нежели чем у нас. Допустим, да, если начинать, у нас немножко подкаст сорвался, но попытаемся его на новую ступень. Изначально твоя самооценка, понятное дело, строится в детстве. Я не могу ничего сказать, что было бы шокирующим, потому что я очень благодарна родителям, которые сделали всё так, что моя самооценка была очень хорошей. И я не встречала на своём пути людей, которые бы эту самооценку пытались как-то занизить. А это довольно-таки, наверное, известный факт, что единственное, что влияет на самооценку, это другие люди, которые вам навязывают какие-то свои, на самом деле, комплексы. Вот мне просто повезло, что на всём своём пути мне ни разу никто ничего не указывал ни про внешность, ни про то, что я не знаю, там плохо учусь или что-то. Это, ну, в жизни как бы многое случалось, но никогда. Поэтому я выросла, ну, такой уверенной в себе девочкой. Изначально вообще в детстве я была лидером по всем этим психологическим тестам. И как бы начав вообще YouTube-канал, я же до этого была инстаграмером, и всё было нормально. Появлялись тоже какие-то вот комментаторы, эти люди извне, которые что-то говорили, но в инстаграме это всё намного проще, ты заблокировал там, как-то не обращаешь там так внимания, как, допустим, на YouTube. Ну, это у меня. Как потом выясняется у некоторых, и когда пишут комментарии в инстаграме, тоже там вызывают суицидальные мысли, да, всё зависит от человека, начало задевать вся эта шумиха на YouTube. Потому что изначально, когда я появилась у Кости на канале, понятное дело, что там в основном девочки, которым ты нравишься, а тут какая-то ещё тёлка появилась, то начался такой большой хейт в мою сторону. И, ну, тоже не сказать, что именно вот в момент, когда это всё началось, у меня вызывало это прям каких-то таких вот эмоций. Началось всё с того, когда я начала свой вести канал. Ну, опять же, сказать, что это повлияло как-то на мою самооценку, или я что-то начала делать для того, чтобы им понравиться, нет. Но в Корее я понимаю, что хочешь не хочешь, но вот эти вот все высказывания на меня влияют. Тут хочется поговорить про моделинг, потому что именно в этой всей стези я и кручусь. Я думаю, не секрет, что, допустим, с моим менеджером я познакомилась ещё задолго, как начала работать о модели в Корее. И мы, понятное дело, так общались дружеско, всё нормально. И он иногда такие словечки говорил, что, типа, ну вот, тебе бы чуть-чуть похудеть, и было бы идеально. Но это было всё не то, что, типа, там, ты толстый или что-то. Ну, просто вот такая фраза, вроде ни к чему не обязывающая. Ну, один раз сказали, второй раз сказали. И я не буду отрицать того факта, что тот факт, что я похудела больше, чем на 10 килограмм, было ещё и благодаря то, что мне менеджер говорил, что, ну, а тебе похудеть было бы супер. Ну, это благодаря или из-за? То есть это, ну... Нет, это один из факторов. Конечно же, самый главный фактор, что я очень долгое время хотела как подсушиться, такое более спортивное тело, и к этому я и пришла. Но одним из триггерам был также и менеджер кореец, который говорил о том, что мне нужно похудеть. И я вам могу сказать, что в Корее ничего такого, если вам человек, которым вы видитесь первый раз, скажет о том, что вы толстый или вы худой, потому что, извините меня, худой, это тоже, ну, не очень приятно слышать. Или там, я не знаю, если вы видитесь второй раз, они могут сказать, а ты потолстел, или а ты что-то похудел слишком сильно. Также и оценка какой-то такой внешности целевого, там, допустим, то, что у меня родинка, да, или... О! Что у нас ещё сейчас в тренде? Это мой рост волос. Менеджер мне очень долгое время уже капает на мозге о том, что не сходить ли мне в пластическую хирургию, и не изменить бы рост моих волос, на что я, конечно же, говорю, что нет. Это, вообще, наверное, последнее, о чём я могу и могла бы подумать, что это как-то может быть что-то не то. Но в Корее есть вот такие вот свои стандарты красоты, как, допустим, давайте изобразим идеальный такой образ девушки в Корее, начиная сверху. Это должны быть прямые волосы, блестящие. Дальше спускаемся вниз, а брови должны быть прямые, то есть, следовательно, если вот у меня натуральные брови и у меня есть такая небольшая угловатость, мне нужно, наверное, делать пересадку бровей. А, и я забыл, скажешь, конечно же, никаких вот таких переходов или каких-либо других переходов не может быть. Может быть, переход только вот такой круглый. Там определённая форма лоб должна быть. Большой какой-то такой. Спускаемся ниже глаза. Глаза у нас должны быть с двойным веком обязательно. Если его нет, то это что-то не то. И одной, наверное, из самых популярных таких пластических операций и подарком для девочек 16-18 лет является именно операция двойного века. Далее спускаем вниз. Ещё нос. Нос должен быть, вот как тоже не парадоксален. Столько мне комментариев писали о том, что у меня какой-то нос. Но в Корее мой нос считается идеальным. Он должен быть длинным. Хотя мой нос ещё не такой длинный, как хотелось бы, наверное, но всё равно. Губы тоже. У губ есть тоже определённый стандарт. Это должна быть такая здесь вот клювик, который добавляют в филлер. Вилайн. Это вообще, когда режут череп и делают лицо сердечком таким. Дальше спускаемся вниз. Идеальный образ девушки в Корее должен быть не с большой грудью. Это, конечно же, длинные ноги и высокий рост и худоба. Но худоба тоже довольно-таки такое растяжимое понятие, потому что я вообще не скрываю тот факт. В Инстаграме всегда об этом говорю, потому что я горшусь тем, что я смогла похудеть. и в свои метр семьдесят я вешу сорок восемь-сорок девять килограмм. Но для корейцев это считается непонятно. Это считается вроде мало, вроде хороший вес. Но бывают такие случаи на съёмке, когда мне и по факту я вижу, что меня делают худее. Или когда я понимаю о том, что говорят, что плохо одежда сидит на мне, потому что у меня торчит пузо. Или когда я смотрю, опять же, на работу, которая по итогу там выложена куда-то недавно, я увидела, что мне вообще сделали как раз таки вот эту форму волос круглую. И я просто сочувствую фотографу, который, наверное, все эти дни только сидел и добавлял мне волос, чтобы я, бедненькая, была не лысой. И всё это в совокупности очень значимо для корейцев и для девушек. На самом деле, ты почти по всем параметрам идеально подходишь. Но даже не то, что не дочёт, а вот им личная вкусовщина, не нравится что-то, и они тебе начинают на это капать мозги. Ну как жир убесится уже. Ну да, жир убесится. То есть, там тебе говорят про твою родинку, но она как бы не зло в Корее. К не к чему другому придраться, поэтому они тебе говорят, давай вот родинку ударь. Просто вот это всё к чему сводится-то в итоге, что несмотря даже на то, что у меня хорошая самооценка, она здоровая, она не выше, чем надо, она не низкая, но по капельке, по капельке люди совершенно посторонние находят какие-то недочёты, выдумывают, и я лишний раз думаю о том, что ой да, а наверное что-то, ой да, а может быть это, оно мне не надо. Именно поэтому я решила, что я не хочу интегрироваться в корейское общество, не хочу становиться частью их, потому что это один из факторов, который я никогда не приму. Ну да, не страшно ещё представить, какого другим людям, потому что ты там, это, не знаю, один меньше одного процента девушек с твоей внешностью есть. Ну, объективно, ты очень красивая. Среди кореянок мало как бы таких идеальных, подходящих под идеалы красоты, и им ещё больше, мне кажется, прилетает. И не то, что тебе как-то хорошо или лучше, просто представить вот реально, что ежедневно, даже если ты сталкиваешься с такими комментариями, каково людям, которые в этом обществе, и девушкам, которые в этом обществе, например. Потому что я даже парень, мне часто говорят, типа, ты что там толстый, ты большой. Ну мне всё равно, я говорю, иди нахуй. И всё. Так вот и да, люди вообще живут, у них музыка крутится, в основном кей-поп. По телевизору смотрят они только дорамы. Кей-поп – это индустрия, в которой даже певец называется айдол. Я ничего не могу сказать. Конечно, эти люди создают тренды, эти люди очень много вкалывают, действительно, на них стоит равняться, но, к сожалению, очень много остаётся за кадром. Допустим, сейчас, да, то, что мы с тобой сидели, обсуждали, такие вещи, когда я плакала, остаются за кадром. Следовательно, люди некоторые не понимают, что все эти айдолы пашут очень много, иногда не видят там своих семей годами, потому что они живут в каких-то этих домах, трейдни, вот это вот всё. На концертах у них такая дача, что иногда не хватает сил, они там падают в обмороке. Следовательно, изначально, если это ребёнок, у которого нехорошо с самооценкой, и вот как раз-таки о чём я рассказывала, что певица Солли, которая покончила жить самоубийством за счёт травли комментариев. Последнее такое вот самое вот это значимое, что было, это травля по поводу того, что она добавила в своём Инстаграме фотографии, где она без лифчика. Мне слышать это вот сейчас в наш век, только в наш год о том, что кто-то может сказать и травить за то, что ты без лифчика, дико. Я специально сегодня не надела лифчик. Вот просто в протест какой-то. Это дико звучит, но таких людей много, даже вот тебе пишут там, не знаю. Я когда вот как раз мы тоже познакомились с менеджером, у нас какой-то такой разговор был, я уж там не помню о чём, и он мне сказал, ты только, пожалуйста, всегда носи лифчик. Я говорю, а что такое? Он говорит, скорее нельзя не носить лифчик. Да, и мне Кость тоже рассказывала историю, как ведущая, они снимали фильм для телеканала корейского, и ей нужно было целый день провести без лифчика. Не то, что она там сиськами, извините меня, своими светила, просто без галчера, довольно-таки свободный, даже не как у меня, обтягивающий какой-то футболки. И что вы думаете? Конечно же, после этого всего она получила просто шквал комментариев там в своих соцсетях о том, что она там женщина лёгкого поведения, что это вообще неуместно, так нельзя делать, понятное дело. И она выступила с комментариями своими о том, что она считает, что женщина вправе не носить бюстгальтер, если она его не хочет. Вообще интересный факт, что в Корее даже нельзя вести новости в очках. Поэтому она на тот момент, я видела кадр, вела как бы будто бы без бюстгальтера, хотя там непонятно, есть он или нет, и в очках. Ну это как бы не писанное правило, там есть определённый стандарт, как должен выглядеть ведущий новостей. Очень долгое время считалось, что ведущим там прайм-тайм новостей может быть только мужчина. И вот, наверное, все вот эти высказывания о том, что женщина может, женщина там в праве. Наверняка многие, да и я, наверное, тоже отношу это к феминизму. И для меня немного странно слышать от людей, которые говорят, что я не за феминизм, потому что феминизм это то, что женщины могут сейчас делать. Я действительно могу не надеть лифчик, я могу говорить, я могу, не знаю, пойти на улицу, там меня не убьют и всё такое. Ведь изначально-то что, женщина была? Ну там суть ещё в том, чтобы это вообще, ну люди воспринимали это как норма, они начали тебе потом дико писать, что почему-то там ты не носишь лифчик, потому что там мужчине, если он сфотографируется голым по торс, ему вообще, ну никому не придёт в голову, там, о, у тебя видно соски. Это супер странно. Чем отличаются женские соски от мужских? Ну да, и к тому же, вот именно как это воспринимается обществом, так-то номинально существует некое равноправие, да, и оно в Конституции прописано там, да, что-то там все люди и так далее. Я вообще считаю, что не нужно просто ставить ярлык на что-то как феминизм, просто пока что то, о чём мы говорим, это просто здравый смысл, что девушки, ну девушкам должно разрешаться делать то, что им полагается по закону, Ну да, они тоже не уходят в крайность о том, что там мы не говорим, что девушки вправе ходить голые или что-то, нет, все люди одеваются, но не одеть лифчик, и извините меня, после того, как эта с Олли не надела лифчик, и её затравили, у неё нестабильная психика, здрасте, приехали, человек покончил жить самоубийством. Ну там ещё нужно смотреть, что у айдолов у них другая немножко жизнь, и у них другие, как сказать, другое взросление, вот, ну ты чё-то толстый, надо к камбэку, тебе ничего не есть, там же это так, как обычно в корейском обществе делалось. Ну это проблема ещё, наверное, вот современного общества, о том, что так как сейчас в тренде блогеры, это одна из таких вот тоже айдолов, никто не показывает обратную сторону медали. Вот это пока рассказывала, я вспомнила о том, как девочка в Корее, это вот тоже недавняя тема была, её хотели как продвигать, и о ней вообще ничего не было известно, она только появлялась у какого-то там бренда, никак она не говорила, было только видно, что её суперфотошопят, и то, кстати, тоже интересный факт, немножко от темы от страня, так я сказала про фотошоп, в Корее корейцы не замечают фотошопа, вот эти все Snow или другие программы, которые делают суперузкое лицо, там вообще просто какого-то гуманоида из тебя, то есть, ну это вот, ну какой-то фильтр у нас, наверное, если как в Инстаграме добавить, ну будет так же смотреться, но я, допустим, когда это смотрю, думаю, господи, прости господи, тоже вот её там фотошопили, она ни слова не говорила, просто вот такая картинка была, привет-привет, потом вдруг она пропала, и выставила там где-то видео, которое в узком кругу, тоже было популярно, о том, где она рассказывала всю эту правду, и как раз ты мне говорила о том, вот менеджеры, да, говорят, не ешь, там вообще была такая ситуация, что у неё тарелку забирали, и говорили о том, что ты толстая, не ешь, и похудеешь. Да, ей как бы говорили толстая, если хочешь похудеть, вот не ешь этот суп, и мы забирали суп, хотя был там типа рабочий день, и она уже там отработала, я была очень голодная, но у неё там вот. Ну, а мы с Костей, ещё далеко ходить, Костя как-то со мной пошёл на кастинг, всё, мы там сделали пару снимков, и они что-то сказали Косте, после того, как мы вышли, я спросила, что, и оказалось, они сказали, что всё хорошо, работать через две недели, но вам за эти две недели нужно похудеть. Ну, они сказали как бы привести тело в порядок, то есть на корейском так буквально привести. Сейчас оно просто вот как бы не в порядке, нужно за две недели просто ничего не есть и привести тело в порядок. Дикость, просто дикость, и это так на каждом шагу в моделинге просто сплошь и рядом. А, и, кстати, вот про похудение, что это всё очень популярно здесь, люди действительно худеют, потому что, как ты уже как-то упомянул, кореянки и корейцы это не только те люди, которых показывают в дарамах, это просто обычные люди, как, не знаю, мы живём в России, да, и вот у нас есть высокие, низкие, есть более плотные, есть более узкие, следовательно, и здесь тоже, так как у них выступает вот этот вот идеал этот, и нужно худеть, нужно там, вот я как в инстаграме видела, значит, таблица, рост, и какой должен вес по идеальным параметрам, русский какой-то, инстаграм, я даже не выдержала, написала комментарий, что это всё брехня, и там было типа вот метр семьдесят, мой рост, и вес был по-моему, типа пятьдесят шесть, пятьдесят восемь килограмм, да враньё, я когда говорю сорок семь, сорок восемь, они говорят, ну нормально, окей, да, хорошо, и про похудение, здесь всё создано для того, чтобы вы худели, вы можете купить таблеточки, стоят недорого, пьёте эти таблетки, мочегонные, то ли они, то ли, не знаю, сральные какие-то, бегаете в туалет, можете купить желе, желе, значит, содержит там тоже какие-то вытяжки каких-то там водорослей или чего-то, помогает вам заесть голод, или просто, ну типа вы можете кушать его, как вот из, как топ из Биг Бенга, ранее упомянутый, он в течение сорока дней питался только этими желе и водой, скинул 20 килограмм, также ещё есть такая процедура в клиниках, когда вы покупаете, грубо говоря, таблетку, которую съедаете, и вы тоже худеете, я вообще боюсь представить, как худеете, потому что однажды, когда мы были в Таиланде, я купила кофе, на котором было написано, что оно какое-то очищающее, там детокс, всё такое, я подумала, наверное, какой-то классный, полезный, ребят, я думала, я сдохну, потому что я два дня просто бегала в туалет, меня всё выворачивало снизу, и понятное дело, что я похудела, но я такое даже, наверное, врагу своему не пожелаю, потому что такой метод похудения, это плохой метод похудения, вы тут же это наберёте, единственное, что, почему вес уменьшается, потому что у вас в организме становится меньше воды, если вы хотите похудеть, вы полностью должны пересмотреть свой образ жизни, и, грубо говоря, грубо, очень грубо, вы должны жить похудением. Чтобы быть худым, нужно поддерживать активный образ жизни и определённый рацион, то есть ты до определённой степени похудеешь, тебе же не надо будет дальше худеть, есть какой-то здоровый диапазон, всё равно просто поддерживаешь активность и ешь сколько тебе нужно, просто соблюдая калорийный баланс, но это не называется вечное похудение, это как бы, ну просто такой активный образ жизни. Ну да, я сказала, что это слишком, грубо говоря, но не нужно воспринимать всё за чистую монету. Ну, тебе повезло в определённой степени, что несмотря на то, что ты в такой индустрии, где всё время комментируют твою внешность, но ты как бы человек, который в себе уверен, и он умеет фильтровать, то есть ты понимаешь, что вот сейчас тебе говорят хрень, ну и как бы по тем или иным причинам ты не говоришь человеку, потому что ты говоришь хрень, потому что иначе тогда ты не сможешь как профессионально развиваться. Есть же люди, и дофига там девочек в этой индустрии, которые это не фильтруют, и потом они себя перерезают, или там морят голодом, страдают ментально и физически. Как ты вообще это всё через себя пропускаешь, и остаёшься с собой, потому что ты же там в Инстаграме, не стараешься какую-то более красивую версию себя всегда. Ну, это сложная тема, потому что, как я уже упомянула, я думаю, что в этом заслуга, на самом деле, моего детства, моих родителей, которые изначально это вложили, очень важно говорить ребёнку о том, что здорово говорить, о том, что он самый лучший, и когда, не знаю, он там бежит и показывает вам тройку в дневнике, когда он плохо учится, по какому-то предмету, который ему сложно даётся, нужно говорить о том, что он большой молодец, и что в следующий раз, наверное, получит четвёрку, а то и пятёрку, то есть всегда нужно поддерживать ребёнка, и это всё закладывается в детстве. Поэтому у меня просто в мыслях нет другого, у меня вот уже такая установка, грубо говоря, такое воспитание. И я думаю, что те люди, которые именно этому всему, под этим всем влиянием, под воздействием, скорее всего, у них просто проблемы с самооценкой, с какими-то детскими травмами. Что бы мне ни говорили, ну ничего у меня не вызывает какой-то такой прям сильной буря. Я упомянула о том, что, конечно, когда тебе постоянно на темечко капают водичкой, то это начинает или раздражать, и вот случаются такие порывы, как случилось сейчас, или ты задумаешься о том, что, а, ну да, может быть реально что-то, потом я думаю, а, нет, фигня, потом, а, нет, может быть всё-таки, а, нет, бред. И знаешь, это вот как масло в огонь подливают, о том, что, типа, может быть, вот изменим, допустим, рост твоего волос. Это дёшево, первое. Я оплачу эту операцию, это второе. Это второе. Или там. Это быстро, не больно, и ты станешь ещё более лучше, или у тебя появится больше работы. Вот в моей ситуации менеджер нашёл такую небольшую лазейку, он знает, что я трудоголик, мне нужно работать, и он мне всегда говорит, что, а вот если ты там что-то, то у тебя появится больше работы. Понятное дело, я к этому отношусь вот так вот сквозь пальцы, всё, но думаю о том, что, а может быть, действительно мне удалить родинку, и у меня появится больше работы. Это неспроста все эти видео о том, что я хочу удалить родинку, не знаю, вот мы идём в клинику, удаляем, но никогда у меня не появлялась мысль удалить её до приезда в Корею. Я её проверяла. Нету каких-либо показаний к удалению родинки на лице. Есть показания к удалению родинки на спине, но я о ней не говорю, я говорю только об лице, и мне обещают просто золотые горы, не знаю, из меня сделают просто публичную личность, которая будет самая популярная в Корее, если я только удалю родинку. Конечно, когда ты здравомысляешь потом, и общаешься с собой, думаешь об этом всё, понимаешь, что это полная брехня, поэтому это всё откладывается, и хорошо, что это откладывается, потому что это потом в итоге может тебе просто сделать намного хуже. Все же эти операции, это всё очень опасно. Вот мы упомянули V-Line, как проходит эта операция. Вам просто пилят челюсть. Я понимаю, это делают людям, у которых там проблемы какие-то с челюстью, челюстно-лицевые травмы, или у них огромные комплексы, потому что у них там, я не знаю, челюсть как-то влево или что-то. Это другой вопрос. Но когда человек сам по себе красив, он человек обыкновенный, по стандартам, или он даже по общественному стандартам, он очень красив, но он хочет себе что-то ещё изменить, и это уже дикость. Я вот тоже вспомнила, видела фильм, где девушка, которая попала в пожар у неё, то есть изуроданного всё лицо, она общалась с некоторыми девушками в Корее, которые пришли делать операции. И она напротив них сидит и говорит, а что вы хотите, мол, в себе изменить? И Крянка говорит, я вот хочу нос подлиннее, вот мне спилить нужно, вот сейчас я пришла делать эту операцию, а там девушка сидит, у которой реально как бы проблемы. Она увереннее их всех. Да, потому что, ну, она, не знаю, делает макияж, одевается красиво, возможно, она хотела бы там что-то себе сделать, но не делает, значит, всё нормально. И она говорила своё мнение о том, что, говорит, я не понимаю, зачем она хочет себе это изменить, она и так очень красивая. Допустим, когда ты видишь, как очень много видео в интернете, в инстаграме, допустим, человек после аварии пытается встать, да, с коляске. Очень много таких профилей мотивирующих, потому что это вызывает в тебе тоже мотивацию о том, что человек, у него просто такая стойкость, что он пытается вернуться к нормальной жизни, и у человека реально проблема, что, допустим, он не может просто тупо ходить по улице, ты понимаешь, что все твои проблемы – это просто фигня. По сравнению с тем, какие есть проблемы у других людей. Следовательно, и тут вот тоже такая феноменальная ситуация, что обычные люди пытаются просто, не знаю, лечь под нож, под этим ножом легко умереть для того, чтобы стать идеалом красоты в Корее. Ну, можно сделать вывод, что, в принципе, неплохо было бы перенять некоторые вот эти новые западные веяния, да, ну, некоторые аспекты бодипозитива, о том, что вообще здравый смысл, что люди бывают разные, а стандарты красоты, они все-таки искусственные, созданные конструкты, которые навязаны нам массовой культурой. Допустим, в модельной индустрии уже давно модели выбирают по стандартам красоты не очень. То есть они все такие вот необычные. В тренде очень долгое время и до сих пор модели, которые совершенно не похожи на, ну, вот, обычную кучку людей. Но в Корее нет такого. В скором, надеюсь, времени как-то это будет появляться именно и в этом обществе. Но пока что на это все реагируют очень остро, очень здесь консервативные люди, которые не хотят и не понимают, как так можно появиться ведущей в очках, даже, или пройтись по улице с оголенными плечами. То есть короткие юбки здесь всегда считались, а, окей, ничего страшного. То есть там вообще ты можешь наклониться, у тебя там трусики видны, это, ну, обычно школьница, ничего такого. Но если у вас открытые декольте, там не обязательно должен быть пятый размер груди, просто вот открытая грудь вот здесь, то это считается чем-то вот из ряда вон выходящее. Ну и что ж, мораль сей басни такова. Ребята, нужно понимать, и я буду одним из таким маячком, который вам напомнит о том, что все, что есть в интернете, это все картинка, которую вам хотят показать люди, за которыми вы следите. Блогеры, ластая блогера, я самой такой являюсь, я выставляю видео, ну, длительностью не больше 20 минут. У меня день длится 24 часа. Я выбираю только те моменты, которые я хочу показать. Также в любой отрасли, инстаграм, все мы знаем, там выставляют только самые красивые фотографии, на которые тратят, не знаю, 100-150 снимков, выбирают только самый лучший. В фотошопе, его еще фотошопят, чтобы никто не заметил, пишут офигительный пост о том, какое хорошее настроение, как прекрасен этот мир. Но за этим миром иногда стоят и слезы, и личностные проблемы, и просто какая-то ненависть всего окружающего. В общем, очень-очень много всего о том, о чем не говорят. Круто, когда я очень часто натыкаюсь на тех людей, их мало, но они есть, которые говорят всю правду матку, которые, извините меня, не подлизывают никому, которые просто, если вы хотите следить за мной, то вы можете, пожалуйста, так же и я придерживаюсь такой позиции, если кому-то я близка, а я как в последнее время получаю просто миллион сообщений о том, как круто, что я говорю о том, что думаю, и вообще им очень нравится и мое чувство юмора, и позиции, в общем, очень много комментариев, которые тоже меня очень сильно вдохновляют. Огромное спасибо людям, вам, которые пишут их. Я думаю, те, кому я близка, знают и других, это не значит, что нужно не обращать внимания на тех, потому что я сама по секрету всему свету мне очень нравится вижн одной очень токсичной девушки, но ничего не могу с собой поделать, никак не поддерживаю ее, но вот как она ведет свои социальные сети, мне очень нравится, но я абстрагируюсь от того, о чем она говорит, никак не комментирую, никак не обращаю на это внимания, просто смотрю эту картинку, которая меня вдохновляет, и по моему мнению, это максимально полезно. Если вам нравится картинка, пожалуйста, если вам нравится, хотя от чего они транслируют, то пожалуйста, вы вправе делать все, что вы хотите, вы вправе выглядеть, как вы хотите, вы вправе жить, как вы хотите. Ну и надеюсь, что такой сумбурный сегодняшний подкаст был вам интересен, я также буду ждать от вас отдачу, комментарии о том, что вам близко в сегодняшней теме, или может быть вы в чем-то со мной не согласны, я тоже приму эти комментарии, но переходить на личности не надо. И мы увидимся с вами в следующем видео, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok